В озерах Ладоги и Онеги периодически случаются шторма. Рыбаки – это люди неадекватные. Начинают лихачить. Они могут так вот резко под нос запрыгнуть. И вдруг дед француз пытается вырваться на берег. Чтобы судно поднять, допустим, в гору, строить шлюза. В навигации выходных у нас нет. Мы работаем 7 на 24. Зовут меня Савельев Владимир Михайлович, капитан теплохода «Лебединое озеро». Теплоход «Лебединое озеро» длина 129,1 метра, ширина 16,7 метра. Осадка, то, что находится под водой, 3 метра. И все, что находится над водой с опущенной мачтой, 13,2 метра. Капитан управляет судном изрубки. Это самое высокое место на корабле. И оттуда хорошо видно, куда движется теплоход. Ограничения скорости у нас нанесены в атласах. На местности знаки стоят, где мы должны сбавить свой ход. Также есть знаки пересечения дороги. Здесь тоже у нас главная дорога. Если переходит паром, знак пересечения ставится. Сюда своих компаний, друзей. Мы друг друга при расхождении обычно подаем звуковые сигналы. Ну, примерно. Я потомственный речник в третьем поколении. Дед мой работал на флоте, отец. Ну, соответственно, судьба моя и привелась сюда же. С детства с родителями был на флоте. Нахождение на теплоходе, а не где-то в пионеролагере, мне больше приличалось. Тоже когда-то в детстве на речке находился, купался, теплоходы шеи. Никогда не подумал, что тоже так же буду работать. На теплоходе демократии нет, и капитану подчиняются все. В каждой службе у меня есть свои помощники. В машинном отделении главный механик. На палубе старший помощник капитана. Сложно ли управлять теплоходом? В Орг, в озерах, в Ладоге, в Онеге периодически случаются шторма. Мы в основном проходим эти озера, но бывают очень сильные шторма, когда диспетчерская служба нас не выпускает. Приходится пережидать. Наша профессия вот только со стороны красивая. А если углубиться, это очень тяжело. Главное, нужна очень сильная стрессоустойчивость. И принять в нужное время очень непростое решение. В казино поставить на зиру, ближе к Москве. Яхты выезжают, на них правила не писанные, начинают лихачить. Они могут так вот резко под нос запрыгнуть, а судно быстро так резко не остановится. У него очень большая инерция идет. Могут сразу ситуации такие получиться, неприятные. Рыбаки – это люди неадекватные. Они стараются ловить на середине судового хода. Он может сидеть, ты вот на него прямо вот едешь, он еще на посмотрит на тебя, как на дурака. А есть такие сидят, и приходится объезжать. Как устроен ваш рабочий день? Несу вахту я с 0 до 4 утра и днем с 12 до 16. Навигации у нас достаточно продолжительные. Ориентировочно это в 20-х числах апреля. Первые посадки туристов происходят. И заканчивается это в ноябре. В навигации выходных у нас нет. Мы работаем 7 на 24. Зимой отгуляем свой отпуск положенный. Примерно месяц. И готовим теплоход к следующей навигации. Палубная команда, теплоход красит, что-то ремонтирует. Бывает, у нас происходит переборудование теплохода внутри, каюты обновляют. Мы несем вахту втроем. Я капитан, значит, третий помощник капитана и рулевой. Рулевой стоит за рулем, соответственно. Третий помощник присматривает. Используем прибор, который называется РЛС. Радиолокационная станция. Препятствие, которое есть на воде, радиолокационная станция нам отображает. В данный момент тут можно посмотреть. Вот точка движется. Вот эта скоростная лодка едет. Рядом такая большая желтая засветка с нами проходит. Это вот этот теплоход. Теплоход Обский. Радиостанции предназначены для переговоров с береговыми службами, для согласования взаимных действий с другими судами. Лебединое озеро. Лебединое озеро. На связи, Лебединое озеро. День добрый. Скажите, у вас скорости какая? 14. Мы вас подождем тогда. Да ладно. Лучше вот расходиться в таком широком месте, чем в узкое. После поворота будет небольшое учрение. Вот там мы с ним и разойдемся. Максимальную скорость, которую развивает теплоход, это 25 км в час в стоячей воде. Приводит его в движение. Три главные машины. По 1000 лошадиных сил каждая. Управление этим машинами происходит при помощи приборов, которые называются DAO. Дистанционное автоматическое управление главными двигателями. Это вот эти вот три серебряные ручки. На секторах нанесены режимы. Каждому режиму соответствуют определенные обороты главного двигателя. Чтобы полный вперед, достаточно в ней толкнуть ручку. Обороты сразу увеличиваются. За работой двигателей следит главный механик в машинном отделении. Оно расположено внизу судна. У самой воды. Николайчик, карауль! Идешь уже на слух, чувствуешь, что немножко не то работает. Запах чуть не то. Значит, где-то либо компрессор не остановился по максимальному давлению. То есть он уже начинает подогреваться, запах другой. Так же и по звуку. И по свету. Так, если у вас грязно и плохо в машине, чтобы у вас в техническом состоянии было все чудесно. Так не получится. Этот теплоход в данном случае обслуживает 98 человек. 49 человек экипаж и 49 ресторан. Прекраснейший отдых. Полюбоваться природой. Мы очень довольны. Что делать, если турист опоздал на теплоход? Периодически туристы у нас отстают, забывают о времени. Теплоход отправляется в рейс, они на берегу ручкой машут. Заберите нас. Если мы еще не отъехали далеко, конечно же, забираем. Ну а уже если ушли в круиз, как мы за ним будем возвращаться? Обычно они догоняют уже наземным транспортом. Был случай у нас с французскими туристами. Отдают швартовые от города Углич. И вдруг дед француз пытается вырваться на берег. Уже трап убирают. Когда через переводчика спросили, что он хочет сделать, мы отправляемся в рейс. Он сказал, что его бабушка послала сфотографировать, как теплоход уходит в рейс. Ну сами понимаете, что он бы остался на берегу, если бы пошел снимать. Друзья, на нашем втором канале «Почти коллеги» вышел выпуск про бизнесменов из разных поколений. Как строили бизнес в 90-х? Кто и почему сейчас продает на маркетплейсах? Где брать стартовый капитал? Что лучше, ИП или ООО? Ссылка на видео в этом QR-коде и описании. Спасибо, что смотрите наши проекты. И будем еще больше благодарны, если вы подпишетесь на «Почти коллег» и поставите лайк. Моряки, у них очень ограниченное количество маневров. Следуют на автопилоте, порт их заводят, буксировщики их швартуют. То здесь у нас ежедневно происходит множество количества маневров. Заход в шлюз, подход к причалу, отход, выпуск теплохода от причала и так далее. В России сейчас 95 речных теплоходов. Они ходят в круизы по Волге, Оке, Каме, Дону, Лене, Енисею, Аби и Иртышу. Все участки рек и озер зарегулированы диспетчером. Мы докладываем о своем местоположении, нас отслеживают. Добрый день, примите доклад. Авекции закреплены по походному, вон в наличии, за бортом ничего не выступает. Судно подготовлено к шлюзованию. Река Волга находится намного ниже, чем река Москва. Чтобы судно поднять, допустим, в гору, строят шлюза. Прохождение шлюза – это достаточно сложный маневр. Прямо? Прямо рули. Куда смотрят? Что еще раз? Куда смотрят? Прямо. На зеленый, дальний. Шлюза бывает, во-первых, по ширине разные. Московские, ширина их 30 метров. Если мы возьмем Волгобалтийский канал, там 17,8 метра. Это всего на метр больше, чем ширина нашего теплохода. Теплоход заходит в камеру, швартуется за подвижные плавучие рымы, которые вместе с теплоходом двигаются и в то же время не дают теплоходу отойти от стенки. Если мы будем не пришвартованы, поток воды нас просто в нижние ворота снесет. За нами закроются ворота. Верхние ворота начнут приподниматься. И вода самотеком сверху начнет наполнять камеру. Камера наполнится, сравняются уровни. После этого верхние ворота опускаются вниз. В связи с тем, что вот этот был построен канал, теперь из Москвы можно попасть от Санкт-Петербурга, в Астрахань, Бростов, Каспийское море, Азовское, Черное море, Салтейское море. Ваша любимая река? Река Волга мне нравится. Широкая, глубока, просторы. Любимая часть работы? Управлять судном. А нелюбимая? Составлять отчеты. Сколько зарабатывает капитан? Достаточно. Что главное в работе? Безопасность плавания. О чем вы мечтаете? Когда я осенью заведу этот теплоход в Затон, безопасно, все живы-здоровы, это будет самая большая для меня радость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова